Друзья, всем привет! Всем добрый день, вечер или утро, в зависимости от того, когда вы будете смотреть моё видео. В сегодняшнем видео я буду рассказывать о тех двух посылках, которые я получила от компании Милолука. По старой доброй традиции я делюсь этим с вами в надежде на то, что кто-то заинтересуется и тоже захочет иметь эту продукцию у себя в доме. Продукция натуральная, не вызывает никаких ожогов или покраснений на коже. Если у кого-то экзема, особенно рекомендую пользоваться этой продукцией. Если кто-то пользуется эфирными маслами, то компания Милолука распространяет эти эфирные масла, продаёт. Вся продукция качественная, по деньгам вполне доступная, потому что концентрат. И если вы пользуетесь, например, одним флаконом в магазине, который вы покупаете, то это уже разведённые средства. Там часть концентрата, а остальная часть воды. То компания Милолука, она распространяет свои чистящие, моющие средства концентратом. То есть вы эту продукцию уже сами разводите дома водой, таким образом вы не платите за воду. Итак, я получила две посылки. Одна посылка была лично для меня, для моей семьи. И вторая посылка была для сотрудницы с работой. Вот с этой посылки я, наверное, начну, потому что для меня это была более интересная посылка. Итак, она заказала два вот таких пакета. Называется Мелобрайт. Это для стирки. Для того, чтобы бельё, ну, убрать пятна, типа как пятновый водитель, чтобы освежить бельё, цвет освежить, освежить запах, аромат этого белья. Можно пользоваться и для цветных, и для белых вещей. Так. Второй. Я буду убирать, чтобы вам не мешать смотреть. Второе вещество – это пенка для бритья, для женщин. Это у нас лосьон. Компания Мила Лука, но фирма называется, в общем, Реню называется. Увлажняет. Особенно, если у кого-то, повторюсь, экземы на коже прекрасно помогает убрать этот дискомфорт от экземы. Кожа становится мягкой, здоровой. И вот эта влажность и вот эта мягкость, она остаётся, ну, я думаю, часов на 12, потому что вот как я пользуюсь лосьоном и кремом у меня такой. Утром даже ещё умываю лицо и чувствуется, что лицо влажное. Если бы ещё, видите, утром ещё всё это наносить. Вот это как губнушка, бесцветная губнушка, увлажняющая. Сейчас, особенно, когда осенний, зимний сезон, особенно это нужно, если у кого-то очень сухие губы. Вот это у нас карандаш для бровей коричневый. Поэтому, если кто-то смотрит меня из Америки и вы думаете, что там только чистящие средства или шампуни какие-то, то, как видите, там есть и косметика. Вот это тушь для ресниц. Цвет, не знаю, маскара какой-то цвет, я не знаю, что это за цвет. Заказ не мой, поэтому сильно в подробности не вдавалось. И последнее средство, которое она заказала, это гель для волос. Так что вот такой был её заказ. Прекрасный заказ. Мне очень нравятся те средства, которые она заказала. Все очень нужные, важные. Ну, без которых, без некоторых, конечно, можно обойтись, да? Если кто-то, например, не любит мейкап, не любит краску какую-то или тени, брови. Всё такое, в общем, всё, что с этим связано. Но кто этим заинтересован, кто любит этим заниматься, то вот прекрасный выход из положения. Пользоваться натуральным, чтобы и глаза не чесались, и сыпи никакой не было после этого. То люди пользуются вот такими средствами. Заглянула в посылочку, всё ли я достала. И оказывается, там ещё было лечение для губ. Это если у кого-то какие-то болячки уже начинают появляться на губах, такая прям сильная сухость, что ошелушение, то вот этим тоже можно пользоваться и очень хорошо помогает. Теперь перейдём к моему заказу. Каждый месяц я заказываю витамины. Синие коробки витамины для мужа. Ещё раз покажу, насколько это удобно ими пользоваться. Вот таких два пакетика. Видите, они разделяются между собой. Один пакетик, где написано PM, это для вечера. И второй пакетик, где написано AM, это для утра. То есть вы звали тебя сюда, помощник мой, голубь домашний. То есть очень удобно. Здесь три витаминки, которые вам уже не нужно думать, какие утром пить, какие вечером пить. Как бы не вызывает никаких проблем. Просто взяли пакетик. Вы уже знаете, что этот пакетик для утра, а этот пакетик для вечера. Также я взяла себе витамины. Это также для утра и для вечера. Это точно такие же пакетики, только состав в этих пакетиках разный. Ну что ты мне тут мешаешь, а? Комментатор. Зубная паста. Мелобрайт. Как я вам показывала, то был в подушечках, что я для своей сотрудницы на работе заказывала. Точно такой же мелобрайт, только жидкий. Мне больше нравится пользоваться жидким. То есть я знаю, если я белья ложу больше, я больше наливаю. Если белья меньше, я меньше наливаю. Мне больше нравится пользоваться жидким. Вот такой мелопауэр. Это порошок в жидком виде для стирки белья с запахом. Сейчас скажу. Исландский бриз. Гель для душа мужской. После того, как я стала своему мужу заказывать такие гели, он не хочет пользоваться магазинными. Он попробовал, у меня закончился он, и он попробовал пользоваться магазином. Он говорит, очень сильно сушит кожу, стягивает. Не может пользоваться магазинными. Здесь у нас кондиционер для волос. Здесь точно такой же, только уже шампунь для волос. И, как всегда, тоже практически раз в два месяца я примерно заказываю вот такой, как он называется, скажите, рыбежир. Рыбежир со вкусом персика и манго. Очень хороший вкус. Мои дети его любят. И Тима меня уже просил. Мама, ну закажи. У меня тоже закончился пару недель назад. Он просил. Мама, ну закажи. Нравится им это. Вот такой лосьон для тела. Тоже, сейчас скажу, какой запах. Мед и... Мед и алманд. Сейчас, подождите, вспомним. Забыла название алманд по-русски. Пришлось спросить свою американскую дочь. Миндаль. С запахом миндаля и меда. Очень хороший запах. Я брала такое мыло или гель для душа. Прекрасный запах вообще. Теперь взяла такой лосьон. Вот это дезинфекция для рук. Евелина любит у меня таким пользоваться. Она вообще насчет этого у меня слаба. С автобуса только садится в машину и сразу руки протирает. Я говорю, где-то этой грязи уже успела нахвататься. Мама, ну же я же ехала в автобусе. Там же все грязное. Там же микробы кругом. Ну ладно. Это мыло кусочком. Я не люблю таким пользоваться. У нас в семье никто не любит таким пользоваться. Ну, приближаются праздники, Рождество, Новый год. Может быть, кому-то подарю. Грейпфрут. Запах грейпфрута. Грейпфрут очень люблю. Но такие мыло кусочками. Почему я взяла? Потому что это было в наборе оно шло. Шампунь. Вот такое дезинфекция для рук. Лосьон. Гель для душа мужской. Порошок. Это все шло в комплекте. И поэтому мне было выгоднее взять этот комплект, чем брать все по отдельности. И две вот такие бесцветные губнушки, гигиенические помады. Тоже, может, кому-то подарю. Это тоже все шло в наборе. И будут праздники, будет подарок уже. Так, ну все. На этом все. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо за просмотр. Живущие в Америке, смотрящие меня, смотрящие. Не знаю, как правильно сказать. Если вы заинтересовались и хотите получать такую же продукцию, обратитесь ко мне, я вам помогу. С тех пор, как я полтора года назад записалась в эту компанию, зарегистрировалась в этой компании, я магазинская ничего не покупаю. Я не хочу травить ни себя, ни свою семью. Всей вот этой химии. Достаточно того, что мы и вкушаем не совсем натуральные продукты. Этого достаточно. Поэтому я стараюсь пользоваться только такими средствами. И я ими довольна. Я довольна качеством, довольна ценой. Я довольна теми поинтами, которые я получаю за это. Кстати, вот этот рыбий жир, я за него не заплатила. Стоимость одной бутылочки, вот такой, 16 долларов. Я купила две. Но я за это ничего не заплатила. У меня были поинты, которые я использовала. И эти поинты перекрыли мою вот эту покупку. Так что, если есть какие-то вопросы, заинтересовались в этом, обращайтесь ко мне. Я вам помогу, разъясню все, объясню. Там очень легко, все просто и доступно. Только нужно иметь желание. Ну, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что вы были все это время со мной. Всех с наступающим Рождеством, с наступающим Новым Годом. Мира, добра, счастья вашим семьям. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok